Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянский цахказарт – праздник матери природы. Турецкая оккупация подвергает опасности озера Ван. 6 апреля в Армении было зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекцией. В Степанакерте проведены дезинфицирующие работы. Кто эти люди, которые говорят на кутском языке и живут в Западной Армении? Мы живем в армянских домах. Изумрудные источники в провинции Шернак в Западной Армении станут туристическим местом. Асмек, проживающая в Константинополе, представляет выставку, посвященную 150-летию Кумитаса. Цахказарт в Западной Армении – это праздник дня матери природы, который отмечается в месяц Акхекан, день Луснак, 13 или 12 мая. Согласно святому учению о океанцах, Казарт – это день матери природы под покровительством богини Анаит. В этот день святения природы праздник сочетается с песнями, танцами и весельем. Горы мусора, сброшенные на причальный пляж района Тушпа, провинции Ван, еще раз показали опасность, с которой столкнулось озеро Ван. Ни одно учреждение не принимает мер по очистке береговой линии озера, но безответственность пешеходов в прибрежной зоне также является значительной проблемой. Они просто выбрасывают мусор на пляж. В наши дни много призывов для личной гигиены и угрозы COVID-19 и сохранения стерильности. Поселение – одно из главных шагов в этой борьбе. А эта ситуация прокладывает путь к эпидемии. Люди гуляют, как ни в чем не бывало, не осознавая, что загрязнение прибрежной зоны в равной степени ухудшает экологию и озера, и животного мира также. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. По состоянию на 6 апреля в Армении было подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции, один пациент скончался. Общее количество зараженных людей достигло 833. Выздоровело 62 человека, от коронавируса скончались 8 граждан. Всего было протестировано 4096 граждан. В Степанакерте проведены дезинфицирующие работы. Об этом сообщает информационный штаб, межведомственные комиссии, координирующие меры по предотвращению распространения нового коронавируса в Республике Арца. География работы охватывает практически весь административный район города. К их реализации прилагаются компании «Жилищное хозяйство», «Тепловое хозяйство», «Ботанический сад» имени Тахта Джана и «Санитари». Напомню, что по инициативе городских властей работы по поддержанию эпидемической обстановки в столице начались 16 марта и будут продолжаться. Жители села Келеташ на границе между Восточной Арменией и Западной Арменией рассказали нам о вещах, оставленных армянами. Жители, говорящие на Курском, признали, что после геноцида против армян они жили в домах армян. Село Келеташ на границе провинции Карция в Восточной Армении разделяет река Ахурян. Эти люди, приехавшие сюда из соседних сел, продолжают использовать армянские церкви, дома и все имущества, оставленные армянами. Шахин, житель села, говорит, что даже через 100 лет они не построили дом. Вместо этого они использовали армянские дома. Мой дом принадлежал армянам. Мы до сих пор живем под их крышей, добавил Шахин. Проводится обширная работа по превращению гор Шернак в юго-восточном регионе в Западной Армении в туристическую достопримечательность. Изумрудные источники в селе Эляджак, привлекающие внимание горожан горячей водой в 39 градусов круглый год, станут современной зоной отдыха. Вода этого природного источника у подножия горы Като прекрасна и целительна. Эти места как и зимой, так и летом полны посетителями. Согласно легенде, после потопа мной поселился именно в Шернаке. Асмек Вердерисян, который живет в Константинополе, представляет на своей странице в ютубе выставку, посвященную 150-летию Кументаса в Константинополе. Асмек, представляя экспонат, рассказывает интересные подробности о жизни Кументаса. Во время выставки в выставочном зале слышатся живые выступления Кументаса. Асмек говорит, пока живут армяне, Кументас будет жить, пока живет Кументас, будут жить и армяне. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Город Вель Кументаса. Субтитры создавал DimaTas. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!